Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Открывай Да не ходи ты сюда больше А ты не указывай мне Что за черт? Опять кто-то в дом лезет Ну что там? Да вроде тихо все А что нашли эти ищейки? Книгу нашли Какую книгу? Я видел как девчонка Вынесла книгу И отдала этой ясновидящей Где живет? На Царицинской Большой дом А тебе зачем? Не ходи сюда больше Не до твоих теперь чудачеств Тихо 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, ты пришла, слава богу, слава богу. Дядюшка, всегда-то ты меня выручаешь. Все-таки ты припозднилась. Ну, не будь занудой хотя бы ты. Нет, не спрашиваю, где ты была. Но все-таки ночью с утра я. Я всего лишь была в полицейском управлении у господина Штольмана. Ой, то поздно он работает. И с каких же это пор господин Штольман занимает в своей жизни так много места? Ну, просто. У нас с ним общее дело. А вот ты мне сегодня рассказывал, что у него была дуэль за дамой. Что это за дама? Расскажи. Ну, я расскажу. Хорошо. Я расскажу. Только без подробностей и без имен. Мне известно следующее. Некая особа, некая дама, скажем, Энн, кстати говоря, фрейлина, самой императрицы, завоевала благосклонность некоего князя, скажем, Эр. И он совершенно потерял от нее голову. Таким образом, госпожа Энн заняла бидное положение в светской жизни столицы. А затем ей подвернулся уж совсем на беду господин Штольман. И она влюбилась? Говорят, без памяти. Что для этой особы, холодной и расчетливой, вовсе не характерно. Князь переверновал, и вот уже дуэль. Ну, ты знаешь. А был ты знаком с этой госпожой Энн? Я нет. Я нет. Знаком не был, но мы виделись пару раз в салонах. И какая она? Красивая? Ну, она привлекательная, конечно. Опасная женщина, но Штольман тоже. Штольман тоже непросто. Родители меня проклянут, если узнают, что я делал с тобой разговор на эту тему. Там кто-то есть. Стой. Этот некто, он спросил адрес Анны Викторовны. Я счел своим долгом убедиться, что все в порядке. Успокойтесь, Антон Андреевич. Мы все вам очень благодарны. Я ни в коем случае не хотел никого будить. Вы, вы меня простите, я вас... Никто ни в чем не обвиняет. Однако, Антон Андреевич, потрудитесь мне все-таки объяснить, кто следит за моей дочерью. Господи, папа, да все в порядке, правда. Просто мы днем с тобой были на дознании в заброшенном доме. И, вероятно, там меня кто-то увидел. Антон Андреевич просто бдительность проявил. Совершенно верно. Вы простите меня, ради Бога. С вашего разрешения я... Да. Ступайте, голубчик. С Богом. Я провожу. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Захар Петрович Субтитры сделал DimaTorzok Простите, мне пора Всегда рад вас видеть ДимаTorzok ДимаTorzok Прости господи Нечистую силу видел Да что с ним случилось? А кто его знает Последнее время все мрачный ходил Видения ему мерещились Дух нечистого боялся до смерти Чердашина какая-то Чердашина какая-то Ахахаха Ахахаха Ох, Анер, прости меня взял без спроса твой аппарат Аппарат. Ой, да ради бога. Тукшею себе не сверни. Ох, как непросто. Как непросто. Ну, это поначалу. Слушай, я спросить тебя хотела. А что если девочки, они по-настоящему вызвали духа? Понимаешь? И теперь он их преследует. Такое, конечно, возможно. Но маловероятно. Так, а что делать? Как его изгнать? Пойти в церковь, поставить свечку. Чего сделать? Да. Я думала, ты мне какой-то ритуал магический подскажешь. Можно и ритуал. Но в церковь обязательно. В церковь обязательно. Поехали. Куда? Покатываешь меня? Я? Да. Ну, держись. Готовы? Да. Ну, прекрасно. Подождите меня, пожалуйста. Мы живем, можно живем. А кто постирается? Барышня, кого-то ищете? Да. Я ищу одного человека. Он часто здесь бывает. Здесь, милая, много кто бывает. А он, знаете, такой высокий и очень худой. Так это может быть Филька. Его еще Филином зовут здесь. А зачем он вам? А я помочь ему хочу. Это хорошо. Он божий человек. Вот он. Вон. Спасибо. Угу. Бог в помощь. И вам не болеть, барышня. А не подскажешь мне, любезный, не видал ты здесь мужчину в черном плаще, а с ним девочку-гимназистку. Лет тринадцати. Может, и видал. А не заметил, на какую могилу они ходили? Может, и заметил. Сестренка у меня повадилась на кладбище ходить. Я не могу добиться, зачем оно и надо. Вот хочу узнать, на какую могилу она ходит. Значит, беспокоитесь о сестренке. Беспокоюсь. Так ты не заметил? Это хорошее дело, сестру оберегать. А я уж тебя бы отблагодарила. Я вспомнил. Могу показать, куда они ходили. Ну, а если что, убогому и пожертвуете, так я не откажу. Пожертвую. Конечно, пожертвую. Пойдем. А давно вы здесь обретаетесь? На кладбище? Давно. Еще с молоду. Ну, а тут место хорошее, тикое, спокойное. Никогда вам не хотелось отсюда уйти? Да зачем. Все равно потом, в конце концов, сюда принесут. Пошли. И что вы можете сказать о его смерти? Винит морс велоситр, рапит носатра ситр. Что в переводе с латыни означает «смерть» приходит к нам быстро и вносит нас в выбежал. А если точнее? А если точнее, то он повесился на бельевой веревке. Все. Точно сам повесился? Абсолютно. Нет никаких следов борьбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, пришли. Сюда и ходила ваша сестричка. А кто здесь лежит? Большой человек. Великий. Парфен его звали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда же вы, барышни, что не хотите узнать больше? ПОМОГИТЕ! 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 Отдай ты этот сверток! Зачем он тебе? Да нет его у меня. Ну, у кого же он? Да с чего ты взяла, что он у меня? Так я же не брала. А кто тогда взял? Не знаю. Нет его ни у меня, ни у тебя. Сонька, отдай. Отдай ему амулет. Да не знаю я, где он. Нет его у меня. Да у кого же он? Нас только двое. Если не у меня, значит у тебя. Да не брала я амулет. Не знаю я, где он. Твой отец умер. Отец Липки тоже умер. И сама она умерла. Я не хочу, чтобы с моим батюшкой тоже что-то случилось. Ты же сама не хочешь умереть? Прошу тебя. Умоляю. Где проклятый амулет? Внизу, под лестницей. Там, где книжка лежала. Что ж ты натворила, Сонька? Что ты наделала? Зачем ты его взяла? Когда свечи погасли, я его спрятала. А на следующий день убрала под лестницу. Я хотела, чтобы удача всегда была с моим батюшкой. Нужно отдать ему амулет. Сегодня. Он придет за ним, когда стемнеет. Это он так батюшке сказал. Я слышала. Что ж, барышня, так неаккуратно? Что ж, барышня, так неаккуратно? Вы кто? Я Филин. Я здесь зачем? Больно прыткий женский пол пошел. Одни дьявола вызывают, как будто прям жить без него не могут. А другие какие-то могилы ищут. Клад мой хотят украсть. Какой класс? А то ты не знаешь. Нет. Зачем, Женя, тогда тебя послали? Меня никто никуда не посылал. Миле, 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 твоя неделя. Амулет. Он такой и клад. Силы у него есть. Кто этим амулетом владеет, тот сразу богатеет. Этот амулет у вас, у вас Курехин украл? Да, Курехин. И еще, еще два его дружка. Молчалин и Прохоров. Амулет случайно положили в гроб к Парфену, к моему наставнику. Ну, положили и зарыли, а они откопали. Они тогда работали могильщиками на кладбище все втроем. Они днем покойничков взрывали, а вечером обратно выкапывали и снимали с них все золото. Все цепочки, кольца, зубы даже золотые. А ты этого про них и не знала. Говорят, ты изновидящая. Мрут, что ли? Ты ничего не видишь. И меня не видишь. Ну, что, вы встречались? Да. Я узнала. Но поздно. Ну да. Поздно. Слушай, а может быть ты мне про амулет расскажешь? Какой он амулет? Наконечник стрелы. Да. Угу. А ты нашла его? Нет. Я его увидела, когда к могиле твоего колдуна прикоснулась. Слушай, а ты можешь увидеть, где он сейчас? Могу. Только здесь не могу. Не надо в доме быть в дом. Ты хитришь. Так. Жизнь свою выторговываешь. Я без тебя пойдусь. Сегодня вечером мне мой амулет принесут. И все это из-за этой железки? Когда отец Олимпиады руки на себя наложил, тосковала она очень. Стала ходить сюда, в дом. Тут он ее и встретил, этот черный дьявол. Он стал учить ее всякому колдовству, чтобы она могла с отцом поговорить. А Олимпиады и нас к этому пристрастила. Однажды он сказал ей, чтобы она принесла наконечник стрелы. Будто бы он нужен для ритуала. А я еще раньше послушала разговор моего батюшки с батюшкой Катей. Они говорили, что у них амулет пропал. И что теперь удачу не будет сопутствовать им. Так вот, этот наконечник как раз Липко ты украла, когда он у ее отца был. Парфен, мой учитель, он умер так, внезапно, у меня в городе не было. Его днем похоронили, я ночью приехал. Сразу на кладбище, а там эти, могилу разрыли. Я за деревом спрятался и смотрел. И тогда увидел, как они амулет достали. У них потом дела пошли в ГОО. Они из города уехали, пропали. А потом время прошло, и я их нашел. Ну, сначала Курехину. Говорит, где амулет? Говорит, нет амулет. Пропал. Он не брал тебе. Амулет дочь его взяла Олимпиады. Ну, да. Но я тогда не знал, я... Я у него спрашиваю, спрашиваю. Надавил, ну, так не сильно. А он потом... Повеселся. Значит, он обещал сегодня за этим амулетом сюда прийти. Да, он папе так утром сказал. А потом меня во дворе увидел. И сказал, что ждать будет сегодня вечером здесь нас. С Катей и амулетом. Вот и мы его подождем. А знаешь, о чем я сейчас думаю? Я мысли читать не умею. Ты же чувствуешь? Не убивай меня. Правильно. Правильно. Вопрос твоей жизни и смерти. Подожди. Я душу твою спасти могу. Чего? Душу спасти. Нет, ну, если ты действительно такая, как про тебя люди говорят, то, наверное, можешь. Но я сейчас уйду. А ты? Будешь сидеть здесь. Ну, и кричать бесполезно. А вот если мне мой амулет не принесут, то ты мне его найдешь. Значит, вот что. Схоронитесь внизу и без моей команды ни звука. Стой. Есть место. Дом окружен. У нас то, что ты ищешь. Покажи. Нет, руки вверх. Руки! Ты совершил чудовищное злодеяние, я ответишь за это перед законом. Городовые! Яков Владимирович! Яков Владимирович! Анна. Анна пропала. Как пропала? Целый день ее не было, а соседи видели, как она садилась на извозчика. Я боюсь грешным делом, не пошла ли она искать следы этого пресловутого черного человека. Я встретил ее утром, и она что-то говорила о кладбище. Яков Владимирович! Поехали. Папа! Папа! Папа, я здесь! Я здесь! Господи, девочка моя! Девочка моя! Что же это? Помогите! Папа! Папа! Вот он, родимый. Да? Господин Прохоров, советую вам рассказать все самому. От начала и до конца. Начните с того, как вы работали на кладбище. Вы меня будете защищать? Мне все решают деньги, Игнатий Демьянович. Все зависит от вашего рассказа. Ну что ж, можно и рассказать. Если б не Катя, унес бы эту тайну с собой в могилу. Было это семнадцать лет назад. Мы промышляли грабежами, раскапывали могилы. И горе не знали. Было нас трое. Я, Курехин и Молчалин. Дальше? Дальше. Как-то раз мы вскрыли могилу и обнаружили, что покойник лежит не так, как все, лицом вниз. Бабка моя сказывала, так ведьмаков хоронили. Ну, в тех случаях, когда их вообще хоронили. У этой могилы нас застал один человек в черном. То ли в плаще, то ли в грязи. Мы, признаться, струхнули тогда, не на шутку. Что же он вам такого сказал? Он спросил, почему мы потревожили могилу, дурак. Да и мы тоже хороши испугались какого-то юродивого. В Сибирь аж убежали. И что вы с ним сделали? Сбросили в могилу. И наконечник этот мы там нашли. А что? Что случилось с этим человеком в черном? Мы и думать о нем забыли. Надеялись, что он зашибся насмерть там, в этой могиле. Неужели вы решили, что с этим амулетом вам удастся разбогатеть? Ну, то мы тоже сначала подумали, что это так, безделушка. Но как только мы его нашли, все изменилось. Деньги к нам пошли. И тогда я все понял. Что вы поняли? Что сила в этом наконечнике? С тех пор мы держали его у себя. По очереди. Месяц у одного, месяц у другого. Ну и делами ворочали. Сначала в Сибири, потом в Сатонск вернулись. Семьями обросли, дома построили. Жизнь пошла. И что же положило конец этой идее? Глупость. Моя глупость. Ко мне пришел этот человек в черном. Тот самый. Сказал, что был на каторге. Долго нас искал. Попросил вернуть ему вещь, которая мне не принадлежит. Иначе он убьет меня и мою семью. И вы ему поверили? Нет. Курюхин поверил. А почему же вы не пришли сюда в полицию, а предложили ему деньги? Да, только деньги его не интересовали. Ему нужен был амулет. А он, как на грех, куда-то пропал. Потому что я его взяла Олимпиада. А мы грешили друг на друга, ссорились. Боялись, что без него удача отвернется от нас. И что дальше? Что было дальше? Этот безумец преследовал нас, не оставлял в покое. Курюхин не выдержал, через месяц повесился. А вы? Вы что делали? Я. Я обрадовался даже этому. Решили, что Филин нашел этот амулет. И после смерти Курюхина все закончится, так? Ну, ничего не закончилось. Следующей жертвой стала дочь Курюхина, Олимпиада. Она очень переживала смерть отца и часто приходила в этот заброшенный дом. И разумеется, Филин заметил ее. И взял в оборот. Он внушил ей, что этот наконечник необходим для магии. Надеялся таким способом выманить его у нее. Да. Князь Тьмы прятался в кладовке и выскочил оттуда, когда девочки вызывали духов. И обронили свечу. Он хотел срезать этот амулет с шеи Олимпиады. Думал, что она всегда его носит на себе. И по случайности зарезал ее. Ну, вот все и выяснилось, господин Прохоров. Вы арестованы. Сроки давности такие преступления не имеют. Ну, как улов? Не клюешь. Пока. А я была права. Во всем. А Штольман так себя ведет, будто ничего не случилось. А что случилось? Я убийцу нашла. А Штольман делает вид, будто нет в этом ничего удивительного. И будто никаких моих способностей он не замечает. Ну, это обычное дело. Людям свойственно все странное объяснять, так им понятней, как им привычнее. Господин Штольман не исключение. Он себе объяснил твои догадки, скорее всего, простыми случайностями, совпадениями. Держи. Да, ну, это же несправедливо. А тебе важно, что думает господин Штольман? Да нет. Не то, чтобы не важно, что он думает. Просто мне странно, что такой, такой взрослый, умный мужчина вдруг закрывает глаза на очевидные вещи. А ты привыкай. Чаще всего так и будет. Может быть, все-таки чайку? Нет, нет. Благодарю. Надолго вы к нам? Трудно сказать. Я от Затонска имею в виду. Наперед не загадываю. А позвольте узнать, вы женаты? Нет. И не был. А что так? Достойной спутницы не нашлось. Ну, скорее, меня не находят достойным. Ну, это уж зря. Ну, вот и она. Пойдемте в сад. Спасибо за чай. Ага. Хотели бы иметь этот амулят, Анна Викторовна? Да вы что? Все-таки магический предмет. Нет. Его лучше отнести на кладбище. Ну, это вряд ли. Полиция магией не занимается. Это вещественное доказательство. Ну, тогда давайте его уничтожим. Боитесь, что заберу его себе на удачу? Нет. За вас я не боюсь. Но мало ли какому человеку он может попасть в руки. Вы все о магии. Но это лишь плод воображения наших фигурантов. Кстати, я навещал Филина за месяцы поиска этого амулета. Он совершенно свихнулся и наверняка отправится в лечебницу. Странно, но мне почему-то совсем его не жаль. Все-таки, как вам это удается? Что? Ну, ведь все произошло именно так, как вы предполагали с самого начала. Просто они говорят со мной. Интригуете вы меня. Да вы что? Я вам всегда только правду говорю. А вот вы не хотите мне ничего нового о себе рассказать. Да просто врать не хочется, а правду говорить не имею права. И что, я опять о вас ничего нового не узнаю? Льстит мне ваше внимание. Теперь наверняка запишут ваши женихи. Боитесь? Опасаюсь. Ой, вы так не похожи на человека, который боится пересудов. Между прочим, вас и так уже записали в дамские угодники. Это почему? Ну, знаете, слава бежит впереди вас. Вы о той дуэли не верьте. Все было совершенно иначе. Да и это все не важно. Главное, что вы оставили эту женщину. Вы же оставили ее? Я бы не хотел об этом говорить. Почему вы мне опять не можете ответить на этот вопрос? Оставили вы ее? Да, она осталась в Петербурге. Спасибо за прогулку. Петербурге 5 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь бой, которого мы все ждем Лучший из лучших Никита Белов И боец, который не проиграл ни одного боя Илья Сажев Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раз, два, три, четыре, пять Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты только представь себе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В воздухе пыль с толпом Один уже лежит на полу Судья второму руку Задирает победитель, мол Победитель? И вот победитель уходит с ринга А через пару минут Уже падает замертво Смерть непостижимая Угуль меня от этих рассказов Ты же знаешь, я не любитель подобных зрелищ А потом слух в толпе Слух, как ветер над лесом Сметень, сметень 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 Слово то какое дикое Сметень Смертельный удар Старом Я как услышал этот сметень У меня аж похолодело все внутри Я волосы дыбом Клянусь Стесняюсь спросить А какой же ты во всем этом участие принимал? Только как зритель Только Ой Вот просто смотри Мой интерес был сугубо познавательным Ну а почему сразу играл? Ну почему сразу делал ставки? Это в конце концов Знаешь ли носит какой-то Оскорбительный характер Это унизительное с твоей стороны подозрение Ладно Не стоит твоей заботы Зря я бы сказал Да Дядя Да А ты был на этих боях? Да И что? Тоже мне отчитывать будешь? Да нет, что ты А что с тобой? Лица на тебе нет Мне приснилось Что Штольмана убивают на ринге И ты думаешь это сон вещей? А разве у меня другие бывают? Ну предупреди Штольмана, что держался от ринга подальше Песорубу ее из петли выводят Да Мы спилили сук для подробного исследования Вот Ну я полагаю все очевидно Очередная драма разбитых надежд Я кстати не удивлюсь, если кажется что она беременна А жених ее бросил Ну вот она и решила Покончить с собой Вот Вот Ошибаетесь, Александр Францевич? Убийство тут Уверен повесили ее Не обошлось здесь без постороннего вмешательства Что видите, Коробейников? Веревка, след от веревки След, как от якорного каната Видите, как глубоко кора содрана Веревка врезалась в сук И терлась по ветке под весом тела Из чего я делаю заключение, что погибшую сначала вздернули на этом суку А потом подтягивали на веревке наверх Не люди А еще она в одном ботинке Ну не Золушка же она В одном сапожке бегает Выходит убийца или убийцы Тащили и не заметили, как один сапожок Слетел по дороге А вы что плачете? Так и будете над каждым трупом слезы лить? А что у вас, доктор? У нее разрыв шейных позвонков А вот была она мертва, как вы предполагаете До повешения или нет Я смогу сказать только после детального осмотра Вот, нашел Аннет Дядя, отведи меня туда, где эти бои Зачем? Потому что я беспокоюсь А что ли мне? Дядя, ну ты сам же сказал, что есть этот какой-то смертельный удар Что ты там собираешься делать? Я не знаю, но мне бы хотя бы просто посмотреть на это место Боже мой Какой я все-таки мелочный Что случилось? Стоит нас Вчера во время боевые часы на цепочке слезли А я все про это думаю Там человека убили, а я думаю, думаю Остановиться не могу Ужас Ого, сколько их здесь Деньги здесь Следовательно, это не ограбление По всей видимости, погибшую звали Настя А ключи от амбарных замков Еще в таком количестве, что скорее всего она была ключницей На одном из клавиев А что это? Пыль какая-то Кажется, мука А где в городе мучные склады? Ну так на амбарной Да Ну что ж, придется прогуляться на эту амбарную А вы, Антон Андреевич, опросите местных, может кто знает в округе эту погибшую Да Яков Платоныч, я совсем позабыл Сегодня в управлении утром я взял письмо для вас Теперь, мой несравненный Якоб Ты живешь как божество в моих фантазиях Я знаю, что обречена вечно любить тебя Более остро, чем прежде Ибо я чувствую твое постоянное присутствие в каждой капле моей горькой тоски Это здесь было? Да Вот здесь и было Зрители кругом А я вот там стоял Там у меня часы и И подрезали Господи, неужели это кому-то интересно? У-у-у-у Зрители и пруд пруди Хлеба и зрелища Ты помнишь, как бойца звали? Сажин Илья Сажин А бился он против Белова Оба знаменитые, оба сильные бойцы Хавориты Никого человеческая смерть не останавливает Что вам угодно? Добрый Добрый день Вы меня Не помните? Я частый гость Можно сказать Завсегдатый здешний Помню Но сегодня ничего не будет Я знаю, я по другому вопросу Здесь, фух, поза прошлой ночью был бой Но положим А в чем дело? Только не примите это на свой счет Однако ж, у вас тут карманники шастают Я не стану обучаться в полицию Ничего такого Но вот до вашего сведения, это обстоятельство я решил довести И Как и не о чем понимать Как и не о чем понимать Как и не струх Нас 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 Ну или не не чувствовать? Пойдем. 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 Ты что-то видишь? Там двое. Один боец вчерашний. Рядом с ним девушку вижу. Я с твоего, наверное, вчера мужчина убивалась. Пойдем, Аннет. Пойдем. Пойдем. Да где меня? Аннет. Аннет, Аннет. Ну что, лучше тебе? Да. Дыши. Дыши, дыши, дыши. Все хорошо, все хорошо. Дюй нервы у твоего типа, да. Просто типа потам какой-то я ушивый и так, и сяк. Терзал его, как будто он на часы прям в сей момент должен вернуть. Ну, а ни в какую. Ой. Пойдем. Держись. Да. Ну, что думаешь, может быть, он все-таки тебя узнал? Нет. Догадовался, зачем мы здесь? Такое-то уже вполне может быть. О, это господин что ли? Яков Платоныч, добрый день. Какими судьбами? Моё почтение. Только это я вас должен спросить, что вы здесь делаете? А, так у меня ведь часы украли. Вот думал вернуть, зашел. Здесь, на складе? Ну, это ведь не простой склад. А вы сейчас не по поводу ли смерти бойца? О, какого еще бойца? Мне кажется, мы здесь по одному делаем. Ох уж мне эти ваши частные расследования, Анна Викторовна. Так что там у вас? Здесь проходят кулачные бои. И нам стало известно, что погиб один из бойцов, Илья Сажин. А сегодня умерла его невеста. Быстро здесь слухи разлетаются. Может быть, вам и имя ее известно? А вы знаете, от чего она погибла? А какое это к вам имеет отношение? Можно я скажу вам два слова? С глазу на глаз? Конечно. Я видела очень странный сон. Вам грозит опасность. И все это связано с этим местом, с этими кулачными боями. Так вы здесь из-за меня? Я просто хотела посмотреть, что там. И вам рассказать. Благодарю. Я думаю, я сам справлюсь. Нет. Ни в коем случае вам нельзя драться. Никаких кулачных боев. Да не собирался я драться. Я вас прошу, вы идите домой, а я себя в обиду не дам. Надь. Надь. Приводит наш сыщик. А ты чего тут это взял? Это ведь его дело преступников забить, а тут такая фея. Может быть, я для него ведьма. Ты, фея, смотрел, как на фея? Полиция. Следователь Штольман. Вы хозяин склада? Нет. Я кладовщик. Как зовут? Фидар меня зовут. А кто хозяин склада? Крымов. Савва Михайлович. Это ваши ключи, Фидар? Наши. А как они в полиции-то оказались? А вы как думаете? А по чём мне знать-то? Помощница, ключница у вас есть? Есть. Настю Калинкину. Когда видели в последний раз? Вчера видал. А когда погиб боец? О чём это вы? Тут у нас склад. Да хватит приопираться. Кулачные бои вы здесь проводите. Почему не заявили о смерти? Куда спрятали тело? Она забрала его. Настю. Настя – его невеста. А что с ней? Убита. 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 Ну? Убита. Сажин? Он самый. Упокой его душу. Беда. Наши отловили Никитку. Лупят его смертным боем. Я ж подойти побоялся. Где? На пустыре. За церковой. Что происходит? Да, видать, мужики решили, что Никита за Илюху должен ответить. Где? Показывай. Я сам разберусь. Это тебе за Илюху! Засметить! Полита! Приходи! Да разойди, изговорю. Разойди. Вы что ж делаете? А ты за кого вступаться пришел? За убийцу? Даже не думайте. Страшно, фараон. Выходи один на один. Крупные вы ребяты. Только действуйте неправильно. Это вы в управлении. Может, отменить пока сходки? Да что вас так беспокоит? Мертвец у нас. Так впервой что ли? На душе что-то неспокойно. А как отменить? Уже объявлено. Люди уже ставки сделали. Савва Михалыч, к вам тут. Кто? Из полиции. Проси. Ну вот, приехали. Да успокойся-то. Господин Крымов. Точно так. С кем имею честь? Штольман, начальник сыскного отдела. Карамышев. Купец с первой гильдии. Тоже имеете отношение к кулачным боям? Ну, положим, любителям. Вам известно, что на одном из ваших складов проводятся кулачные бои? Положим, я разрешаю любителям этой забавы встречаться под моей крышей. Что-то я не слышал, чтобы эта забава была разрешена властями города. А что тут разрешать? Приходят люди, показать свою удоволь, померятся силы. И меряются до смерти. Несчастный случай. Парень оказался слаб. Бывает. А его невеста? А что невеста? Убита вчера вечером. Ведь ваша работница, не так ли? Она была вчера вечером на поединке? Была. А после этого вы ее видели? Нет. А вы? Где ж мне ее видеть? Она у меня не работает. Господа, произошло два убийства. Ведется расследование. Если вам есть что сказать, то сейчас самое время. Убийства? Ничего не знаю ни про какие убийства. Вы не с того начинаете, господин полицейский. Если у вас есть что предъявить по существу, милости просим. А так разговоры разговаривать у меня нет времени. И вообще обращайтесь к моему адвокату. В отношении меня то же самое. И позвольте вам заметить, что эти народные игры не только разрешаются, но и любимы некоторыми уважаемыми людьми нашего города. Ну что ж, господа, за сим позвольте откланяться. Но уверен, что скоро мы встретимся снова. Пожалуй, надо отменить поединки, пока все это не вляжется. Надо бы с притсмейстером переговорить. Этот фараон, видать, новенький. Больно прыткой. Варвара Тимофеевна, бога ради, давайте вернемся все-таки как-то ближе к делу, к Анастасии. А что Анастасия-то? Жиличка. А она уж год как у меня. Да. Год. Сама-то из деревни. Ага. Тут очки недалечка. Год. Так она сердечно ведь как ушла вечер, так и не приходила. Да. Страсть-то какая. Ах. Истинная страсть, истинная. Яков Флатонович, это Варвара Тимофеевна, хозяйка дома, где Анастасия снимала комнату. Надеюсь, Антон Андреич ввел вас в обстоятельство дела? Более чем. Да уж ввел, батюшка. Тошил. Еле живая пришла. Я ведь генерала-то полицейского, отродясь так близко не видала. Варвара Тимофеевна, рассказывайте дальше про Настеньку. А, Настена-то? Угу. А, ну так че, без ее-то приходил к ней один. Ой, ой, меня аж передернуло. Вот такой вот этот вот амбал, ручище. О, как у облизьяны из зверинца. Отличное описание кулачного бойца. Вы продолжайте. А, который из зверинца-то спрашивал. Где, мол, такая-то? А я че? Нету тебе. И весь мой сказ. А, Никитой назвался. Никитой. Никитой. Ну, а как же похороны? Какие похороны? Батюшка. Да где? Ну, так Анастасия еще вчера должна была схоронить своего жениха. Да. Не было. Как не было? Не было никаких похорон, истинный крест не было. Она, это правда, пришла-то. Она вечер вот это вчерась, как пришибленная, это верно. Спасибо вам. Дежурный. Да, вот что было. Евграшин, проводи, Варвару Тимофеевну. Слушаюсь. Пойдемте. Не было никаких похорон, не было. Черт. У Анастасии был жених, кулачный боец. Вчера он погиб или убит, это пока непонятно. Да, но приказчик склада, в котором проводятся бои, рассказал мне, что Анастасия забрала тело еще вчера. Вероятно, она сразу отвезла его на кладбище. Вот поезжайте и проверьте, кого хоронили и кто хоронил. Личун. Да, я так понимаю, у Насти в комнате ничего интересного не обнаружено? Ничего. Яков Платоныч, знаете, как я вижу себе эту картину? Анастасию подкараулил этот амбал, после чего изобразил повешение. Осталось только выяснить, что это за Никита. Да я думаю, это тот самый Никита, что у нас в Арестантской сидит. Соперник Сажина в последнем бою. Да это потом, с начала кладбище. Ну, что ж. Я ведь и раньше-то слышал про этот сметень. Хитрый такой удар. Вот его нанести, скажем, можно, ну, утром, да, к примеру. А противник лишь к вечеру помрет. Вот целый день будет ходить, как ни в чем не бывало. А потом раз, и все. На ровном месте. Что ты делаешь? Готовлюсь к бою. Но с кем? С врагом. А кто твой враг? Не знаю, но он придет. Скоро. Скажи, тебя убил сметень? А нет? А нет? А нет? А нет? А нет? Что? Это он? Это был дух? Смертельный удар, которого никто не видел. Ну да. Смертельный. Этот сметень, он не дает мне покоя. Тайная угроза. Кому? Я должна его предупредить. И за что тебя били? Вам то что? Да нет ничего. Служба у меня такая. Ну, вот и служить. Ко мне не лезть. Да пока я не лез, к тебе, я смотрю, другие полезли. И как я погляжу, вы не на шутку взялись? Сказано, не ваше дело. А вот запираться не в твоих интересах. В чём мой интерес, я знаю. А ваш в чём? Крымов денег даст. Меня ведь и здесь достанут. Вот как. Да, так. Рука руку моет. Вам дело закрыть. А Крымову я поперёк горла. Он знает, без Илюхи его бойцы против меня. И растереть. Первый раз слышу, что мои руки кто-то моет. Значит, говоришь, что Крымову такой соперник, как ты, не нужен. А большой куш Сажин должен был получить за победу над тобой. Прилично. И кто его получил? Невеста? Зачем ты вчера её искал? Убита она. Предупредить хотел, чтобы уезжала. А что её угрожало? Не знаю я ничего. Нечего ей здесь было делать уже после смерти Илюхи. А когда ты у неё был? С половины шестого до половины седьмого. Ждал. Ну вот не дождался. Вот придётся тебе пока у нас посидеть. Дежурный! Дежурный! А вчера на кладбище не было никаких покорон. Что ж получается, этот кладовщик врёт. А куда же они делят тело? Стало быть, если схоронили тайно, значит точно убийство. Поехали на склад. Тряхнём этого Фидара ещё раз. Наверняка убийство Насти связано со смертью её жениха. Поехали! Полиция! Милейший! Ты кто? Полиция! Зачем кричать? Он глухой. Это Митяй, наш работник. Глухонемой. А здесь он и живёт. Митяй! Иди. По губам читает. Иди, иди. Иди, Митяй. Иди, иди, Митяй. А что собственно произошло, ваше благородие? Вчера на кладбище никто не хоронил. Ни Настасья, ни кто-либо другой. Что об этом скажете? Куда вы дели? Тело Сажина. Я же уже говорил. Настасья покойника забрала. Ночью это всё произошло. До утра покойник лежал здесь. Утром она под воду подогнала, мы с ним им тело погрузили. Она его увезла. А что не хоронила, да? Вот незадача. Что же у вас тут творится? Сперва покойник исчез, потом Настасья сама покойница. Сгинул человек без креста, без могилы. Я ничего не знаю. А вы ничего не знаете. Я ничего не знаю. Настасья тело забрала. А деньги за бой Сажина кто получил? Она и получала. У нас расписка есть. То есть, получается все ваши знали, что она должна была получить большой курс? И не наши. А почитай все. Да. Из города не уезжать. Будем еще с вашим покойником разбираться. Хорошо. Деньги эти проклятые. А с Митинь? Что это за удар такой? Вова куда повернули? Если уже и полиция подозревает. Есть он или нет? Может кто и владеет. Но никто не имеет права его применять. Америка. Редактор субтитров. Новости субтитров. carol КОНЕЦ 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 Куда ты меня ведешь? Ты хочешь мне что-то показать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна Викторовна, вы что здесь делаете? Мне трудно вам объяснить. А вы что? Я веду наблюдение за этим с лопатой. Мне кажется, он хочет развить могилу. Теперь я все поняла. Я с вами. Нет, нет, ни в коем случае. Пойдемте. Тише, тише. Тише, тише. Стой, где стоишь. Полиция. Полиция! Отойди два шага назад! Отойди! Ты что здесь делаешь? Что там? Что там? Рыбу удить! Удить рыбу! Фида! Фида! Хорошего улова! Хорошего улова! Анна Викторовна, пойдемте, а то этот немдель меня доведет до апопелликсического удара. Все, уйди! У меня очень нехорошее предчувствие. Пожалуйста, предупредите Якова Платоныча, что есть такой секретный удар. Смейте, вот его стоит опасаться. Вы тоже о нем слышали? Это, это удивительно. Я намерен исследовать этот феномен самым серьезным образом. Слышь, дядь? А, дядь? Чего тебе? Баклага-то совсем пустая. Воды налей, а? По ночам спать надо, а не воду хлистать. Ты что, ты нехай совсем, что ли? Попить дай! Ну? Давай баклагу свою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стой! Стой, стреляй! Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, пожалуйста, не умирайте, слышите меня, пожалуйста, слышите меня, пожалуйста, слышишь меня? Господи, я не могу, что я сделала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Квартал окружите. Он далеко не уйдет. Уже все сделал, ваше Сагварде. Дядя, ну нельзя же так. Именно так и можно. Моншаев. А что ты? Опять эти сны. В твои годы сны должны быть романтическими. Чувственными, если угодно. Дядя, дядя, дядя. Ты как всегда в своем репертуаре. Так, давай ты бегом на ту сторону дома. Давай бегом. Давай, давай, потолкну. Вот тут смотри. Дядя, 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 подожди. Дядя, дядя, подожди. Здесь он, здесь. Вот, под самой кровлей. Дворник видел. Приказ все брать. Смотрите, тут лоба. Не упустите. В дом никому не соваться. Слушаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зачем бежал? Потому что все вы одним миром мазаны. Все равно б меня убили за Сашин Илюху. А за сметень? А, и ты туда же. Да не верю я ни в какой сметень. Ну и не верь. Яков Платоныч. Что-то тут не так. Идти надо. Не велено. А если… Да тихо ты. Зажимается. Яков Платоныч. Все вон. Ах ты ж. Входи с меня. Живой. Яков Платоныч жив. Яков Платоныч живой. Нет, уже дох. А, шутить, извольте. А этот? Как будто сквозь землю провалился. Ну, неужто выпустили. Стой! Стрелять буду! Не стрелять. Ну, как же я в Платон… Не стрелять – это приказ! Слушаюсь, Ваше согларую. Сегодня вечером мы едем к Потоцким. Нас пригласили. Будут танцы. Их сын приехал из Петербурга. Помнишь, Ленечку? Леонидов? Да, помню. Я вчера вечером встретила его в городе. Такой красавец. И дело в него свое. Кажется, сделки с недвижимостью. Такой молодой и уже состоятельный. И не женат. Мам, пожалуйста. Я не хочу никаких смотрины. Ну, почему обязательно смотрины? Звоный вечер. Ура. Ну, будет много молодежи. Ну, ты же нигде не бываешь, кроме своего полицейского участка. Мама. Аннушка. Штольман. Конечно, обидный мужчина. И проявил себя настоящим героем этой истории. С твоим похищением. И, несомненно, это произвело на тебя большое впечатление. Но пойми, он тебе не пара. Я вовсе не ищу никакую пару. Дорогая моя, так ты останешься старой девой. Я хочу, я хочу что-то делать. Чего-то добиться. Бегая по улицам вместе с городовыми. Я хочу учиться. Найти свое место. Место любой порядочной женщины, подле мужа. Это ж скандал. Подозреваемый сбежал из-под стражи. Но как? Кулачищин уважил троих полицейских. При этом один из них не простой городовой, а полицейский начальник. Артюхин? Нет. Что ли? А что случилось? Скандал. В благородном семействе. Я только что из полиции. У них там сегодня ночью сбежал подозреваемый. А что с Яковом Платонычем? Яков Платоныч в буквальном смысле получил с ног сшибательный удар по голове от беглеца. Ничего страшного. Не переживай. Лишь маленькая шишечка теперь на голове в нашем городе. А что ж такое? Не небес, а крыша с ней. Простите, я там забыла. Ну вот зачем? Ну зачем ты ей сказала? Вообще-то я Петру рассказываю. Да. Мне и так голова не нанести от этого штормана. Потому что у нас в долгие слова полиции произносить нельзя что-то. Ну действительно. Аня? Аня ты куда? Аня? Ну нет этому оправдания. Яков Платоныч. Подозреваемого в убийстве упустили. Не мог он убить. Он приходил к Анастасии Калинкиной домой в то время, когда ее убивали в роще. Ну какой смысл был ему мозолик глаза, если бы он задумывал это преступление? А может он хитрый? Может он специально сделал этот отвлекающий маневр? Не думаю. Не думаете. Рапорт пишите. Через полчаса будет у вас на столе. И еще. Я имел уже разговор с городским головой. Не стоит раздувать это дело с бойцами. Парень этот умер от естественных причин. А его невеста? Уверен. Одно другому не противоречит. Ну вот только я не уверен. Яков Платоныч. Этот сажен скончался от естественных причин. Хватит об этом. Ну а где же тело? Тем более, если тела нет, не о чем говорить. Только один вопрос. А почему же власти города не запретят все эти сомнительные игрищи? Жду от вас рапорт. 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 Александр Францевич. Вы помните меня? Ну, как же я вас могу забыть, Анна Викторовна? Я послушаю. Мне нужна ваша консультация. А что случилось? Дело в том, что господину Штольману может грозить опасность. Я прошу вас. Давайте присядем. Есть основания полагать, что на него совершено покушение. Я не скрою. Я слышал об этой истории. Но ведь Яков Платоныч себя прекрасно чувствует. Так вот в том-то все и дело. Этот удар, он может быть замедленного действия. Весь день человек себя нормально чувствует. А под вечер вдруг бац! И умер. Ну, откровенно говоря, я к такого рода таинственным ударам отношусь. С большим недоверием. Мне кажется, это все из области вымыслов, фантазий, легенд. Все-таки доктор. Но ведь никто не может знать наверняка. Ну, подумайте сами. Ну, как же я могу лечить пациента, если я даже не знаю, где и что у него болит? Ну, да, но… Хотя, подождите. Есть некто Головин, он практикующий врач. Насколько я помню, он специализируется по подобного рода травмам. Я вот что думаю, Яков Платоныч, надо к логову Федара подойти с другой стороны. А ты с какой же? Ну, спротивоположный. Я притворюсь, что хочу стать его учеником, узнать все секреты кулачного боя. Напрошусь к Федору в ученики. Ну, и что, это вам даст? Вдруг он проговорится и расскажет про сметень. Неплохая идея. Попробуйте, только не увлекайтесь, Антон Андреевич. Ага. Мне нужно сразу вызывать Федара на поединок. Да. Да, Антон Андреевич, вы передаете господину полицмейстеру мой рапорт. Не извольте беспокоиться, тела никто не найдет. Вы уверены? Говорят, к вам два раза уже полиция приходила. И в конторе у Крымова вы… Но вы же врач, вы же все прекрасно сами знаете, что если они тела не найдут, они ничего не докажут. Сколько бы они сюда не ходили. Жестче работай! Правый бей! Ну, поэтому я хочу узнать, где тело? Зачем это вам? Нету его и дело с концом. Все. И еще. Мы все ждем вашего заморского зима. Ребята уже интересуются. Поэтому не стоит их смущать, хорошо? Хорошо. Руки держи всегда. Господин Федар! Держи всегда до борода. Вы не уделите мне пару минут. Опять вы? Иди позанимайся. Я же уже все рассказал. Я не по службе. У меня дело личного характера. Я понимаю, что вы тренируете только своих бойцов, но ежели к вам пришел бы человек, вы оказали бы ему услугу. Какую еще услугу? Удар. Поставили бы. Мне, к примеру. Вам. Нет расположения к этому у вас. Я, я буду стараться. Кость, очень тонкая не подходит для нашего дела. Но она крепкая. Тело мягкое. И под это опять же не умеете. Ну, заняться, конечно, можно, но не бесплатно. Разумеется. А смятень покажете? О, вот вы куда гнете. И вы уверены, что я владею? Так говорят. Много чего говорят. А вы не слышали про зелье? Есть такое зелье. Выпил и богатырь. Сразу. Это вы уж надсмехаетесь надо мной, верно? Отчего же я надсмехаюсь? Вы обратитесь к доктору Головину. Он наших ребят и пользует. В самом деле? А что за стресс такое? Откуда? Заграничное. Патентованное. Хорошо. И буду у вас заниматься. Ну, это мы еще посмотрим. Вы для начала доктору Головину садите. Хорошо. Непременно. Скажите, можно я… Попробуй. Что такое? Чем не ждать? Что такое? Да нет, не yeux горячих. Что такое? В этом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне казалось, что мы все прояснили во время последнего разговора. Что-то я не помню такой ясности. А разве господин полицмейстер не довел до вашего сведения… Осведомленный. Только то, что доводит до моего сведений господин полицмейстер, вас не касается. Где вы были третьего дня с пяти до семи вечера? С ума сошли? На вопросы отвечайте, иначе продолжим этот разговор у меня в кабинете. Да вы понимаете, что вы летите из этого города, как пробка из бутылки. Может, оно и так, то для начала я отвезу вас под конвоем на глазах у всего города. Что вы хотите? Где вы были третьего дня с пяти до семи вечера. Здесь я был. Меня видели два десятка служащих. А в чем дело? В это время была убита Настя. Анастасия Калинкина – ваша работница. И как вы себе представляете? Я завлек бедную девушку в рощу и убил? Я задаю вопросы, на которые вы обязаны отвечать. На каком основании вы отнимаете у меня время? Ваши гладиаторские бои привели к убийству двух человек. И я сделаю все, чтобы их закрыть. Руки короткие. Понял. И при чем здесь гладиаторские бои? Приходят любители помериться с силой. Простые люди, рабочие, мастеровые. Они все имеют работу. А это для них забава. Белов, например, работает в каретной мастерской. А Илья – покойник вообще из деревни, работал грузчиком. Однако бойцы ваши вознаграждение получают. Ну, и что? Я тоже любитель. И плачу им премии за победу. Из своего кармана. Только прибыль от ставок вы в этом кармане оставляете. Все! Не снова больше без адвоката. Пошел, дорогой. Доктор Головин? Да. Мне срочно нужна ваша консультация. Запишитесь на прием. Нет. Это вопрос жизни и смерти. Полиция. Свободен. Белов. Мириться с силой я больше с тобой не намерен. Револьвер у меня на тот случай имеется. Я знаю, ты не убивал ни Настю, ни Илью. Мне поговорить с тобой нужно. Я никогда не верил этим легендам о каком-то особенном ударе. То есть, вы все-таки считаете, что это легенда? Если удар смертельный, к сожалению, то смерть наступает сразу. А отчего, по-вашему, умер Илья, Саша? Извините, у меня начинается прием пациенты. Да, да, конечно. Конечно. То есть, вы считаете, что опасности нет? Нет, совершенно никакой. И если ваш друг после удара остался жив и здоров, то он и будет в добром здраве. Благодарю вас, доктор. Ну, не за что. Мне интересно все, что ты знаешь о Сажене. Вы ведь были друзьями? Приятелями, пожалуй. Ну, не друзьями. Не знаю я, чего вам такого рассказать особенного о нем. Обыкновенный парень из деревни. Невеста его из той же деревни. Отец у него был. Лучший боец в округе. По праздникам сходились они там стенка на стенку. Деревня на деревню. Так Илюха и пристрастился к этому делу. Решил в городе счастье попытать. Ну, может чего заметил странного перед этим последним боем? С Головиным он, с доктором, связался. Кто такой? Да, вертится тут вокруг боев этот доктор. Поломается кто, он подлечит. Я говорил Илюхе, не связывайся с ним. С надобью всякие, зелья заграничные продают. Дорогейника. После свидания с Фидаром, прямиком к доктору? Да, но не совсем. Мне удалось выяснить, что этот доктор Головин… Продает бойцам какое-то заграничное зелье? Совершенно верно. А вы откуда узнали? Хотя потом, а вы откуда? Послушал. Фидар у себя на складе говорил. А вот он. Вспомнишь солнце, а вот и лучик. Доктор Головин, если не ошибаюсь. Да, чем могу служить? А, это сотрясение мозга на лицо. Примочечку, компрессик, молодой еще заживет, как на собаке. Полиция, следователь Штольман, вы задержаны. Я? За что? На каком основании? А на том основании, что вы подозреваетесь в использовании недостаточно проверенных препаратов. И причинении смертельного ущерба для здоровья человека. Этого не может быть. Не может быть. Послушайте меня. Я испытывал эти препараты на самом себе. Взгляните. И ничего. А вот с этим ничего, мы и будем разбираться. Что ты хочешь? Я тебе не верю. Я не верю тебе. Ты меня вчера завела на пустырь и бросила там. Сажин обратился ко мне задолго до этого боя. Он жаловался на повышенную усталость. Может быть, его мучила какая-то болезнь, хворь? Ну, да. Ему надо было побольше отдохнуть, сделать перерыв. Силенок не хватало. Но, при его данных, ему хотелось зарабатывать больше денег. Это до поры до времени удавалось. Но организм не обманешь. То есть, дрался на износ? Ну, можно сказать, что так. А что произошло перед последним боем? Я дал ему препарат, естественно, предварительно проверив его на себе. Ума не приложусь. Что могло случиться? Он умер. Я этому не верю. И я не верю. Я не верю этому. А вы отдаете себе отчет, что он мог погибнуть из-за ваших лекарств? И что же за чудо препарата такое? Позвольте узнать. Ну, это недавно синтезированный препарат из Германии. Увеличивает выносливость. Стимулирует и подкрепляет нервную систему. А вы правильно рассчитали дозу? Конечно. Я дал ему три пакетика по два миллиграмма. Объяснил, как принимать. И где теперь труп вашего пациента? Да откуда же мне знать? А кто же должен знать по вашему, а? Долг врача лечить безопасно, быстро, приятно. А вы, следователь, я что-то не понимаю. Вы задержаны для выяснения всех обстоятельств. Пашу, Волгороди, труп нашли. Какой труп? Не могу знать. Ульяшин посыльного прислал. На пустыре откопали. Яков Платоныч, я вчера здесь видел немалую с лопатой. Что? Митяй. Ваше высокоблагородие. Вот, откопали. Митяй. Ну, дела. Три дня, почитай, пролежал. Но мужики опознали. Сажин, говорят, известный боец. Как его нашли? Как? Мне показали. Кто? Этих свидетелей вы не сможете вызвать. Анна Викторовна, вы что, не понимаете, то, что вы нашли тело, бросает на вас подозрения в соучастии? Вы что, меня теперь подозревать будете? Я нет. Но как я объясню полицмейстеру и прокурору, этот ваш феномен. А вот вы скажите, что это Карабейников нашел. Потому что он здесь вчера проходил. А почему вы ко мне сразу не обратились? Потому что вы мне бы опять не поверили, как всегда. А вот господин Ильяшин сразу откликнулся. Яков Платоныч, а как вы себя чувствуете? Превосходно. Веревка. Я нашел вчера ее на складе у Фидара. Точно такая уже. Точно такая уже. Яков Платоныч, а как вы себя чувствуете? Яков Платоныч! Давай! Давай, давай, давай! Тело отправляйте Милцу на экспертизу. А сами к Федару везите его университет. В управление. Только городовых с собой возьмите. Да. Слушаюсь. Значит, Сана, ты здесь. Анна Викторовна, вы так и будете там стоять? Что с вами? Я, я видела человека. Какого человека? Он дрался с кем-то. И это лицо, это лицо, оно знакомо мне. Где вы его видели? Здесь. Идемте. Вы просто переволновались. Нет, нет, нет. Я видела его. Я только не могу вспомнить, где. Как вам все-таки это удается? Удается что? Мешаться мне под ногами. Ну, знаете. Я вам эту грубость прощаю за счет удара в голову, который вы получили. Кстати, вас ночью ударили? Значит, эту ночь вы должны провести в больнице под наблюдением врача. Анна Викторовна. Никто не может знать, что тот удар не был сметним. Да перестаньте. Все это чушь. Если вы спорить будете, я вас тогда сама отведу в больницу. Ясно? Я уже была у двух докторов. И никто мне ничего определенного про этот сметин не может сказать. И я очень боюсь… Довольно. Анна Викторовна, это уже переходит все границы. Я не ребенок. А упрямитесь, ну точно, как ребенок. Вы слишком молоды, чтобы давать мне оценки. Вы сердитесь на меня? Что, я очень навязчива? Я просто не привык, чтобы кто-то так заботился обо мне. Не привыкли? Живу один. А если я и так уже перешла всякие границы? Можно мне еще один вопрос? Та дама? Ну, вы же жизнью ради нее рисковали. А что же она не заботилась о вас? Ну, что же вам за дело? Все миновало, и я просто не хочу об этом говорить. Миновало? Как хорошо! Это кто из нас еще ребенок? Ну, что ж, я определенно могу сказать лишь одно, что смерть наступила в результате сильнейшего кровоизлияния в мозг. Но вот чем оно вызвано, я боюсь, это останется тайной. Причин может быть несколько. Естественных? Да разных. Может быть, физическая перегрузка. Ну, а может быть и сметень. А доктор, и вы туда же? Вот посмотрите, у него сильнейшая ссадина в районе левого виска. У него полно всевозможных травм, синяков. Ну, это же понятно, это кулачный бой. А могла смерть наступить от употребления медикаментов, ну, каких-то химических препаратов? Вы, конечно, имеете в виду препараты доктора Головина. Вы что, о них знаете? Яков Платоныч, ну, согласись, было бы странно, если бы я врач не знал, что происходит в моей среде. Ну? Определить, принимал Сажин такие препараты перед боем, возможно? Ну, в принципе, да. Только на это потребуется время. Вам знакома эта веревка? Веревка как веревка. Этот обрезок я подобрал у вас на складе. Точно такой же веревкой был обвязан труп Сажина, и на точно такой же веревке была повешена Анастасия. Ничего я не знаю. Бессмысленно отпираться. Сначала вы убили Сажина, чтобы призовые ему не отдавать. Тело закопали. А потом невесту его повесили, чтобы она вас не улечила. Сажин зашел в подсобку и там замертво упал. Я в этот момент был в зале. Меня видело полсотни человек. А где вы были вечером следующего дня, когда Настю повесили? Дома я отсыпался. Дома я был. Кто подтвердить может? Никто. Вы не хотели деньги призовые невесте Сажину отдавать? Отдал я ей все. Отдал. Пять человек видело, что я в четыре часа дня отдал ей деньги, после чего я пошел домой. Не пошли вы домой, а пошли за Настей и повесили ее в рощу. А деньги забрали? Не было такого! А что было? Вы закопали тело Сажина. Да! Да! Мы закопали Сажина! А что нам оставалось делать, а? От чего он помер, непонятно. А тут еще доктор Головин заволновался. А как следствие начнется? Вот мы с Настей договорились, что я отдаю все деньги сполна, хотя она ему никто, даже не жена. Она за это тело не хоронит на кладбище. Антон Андреич, доктора Головина сюда давайте. Наговор! Как у вас язык-то поворачивается, а? Это надо ж придумать! А чтобы я велел тело закопать, зачем мне это? Прямую не велели! Да не начальник вы мне! Но все и так изначально было понятно. Чтобы спасти дело, надо было его за вами почистить! Ну вот и выходит, что он умер, Илья, из-за ваших лекарств. Чушь! Мои препараты ни при чем! Я не знаю, от чего он умер. Как же так? Вы же врач. Да? А где вы были в момент смерти? А где? Я был в зале, все меня видели. Потом меня позвали в подсобку. Ваш слух городе, записка от доктора Милца. Ну? Что там? Экспертиза показала, что Сажин не принимал ваших препаратов. Ну, я же говорил! Говорил, а! Не там ищите. Если даже Сажина и убили, то точно не из наших. Он мне говорил, что в Затонске живет его какой-то земляк. Кто такой? Не знаю. А вы немого спросите. Может, он знает. Спасибо за совет. Дежурный! В камеру обоих. Как? Все же разрешилось. Все разрешится, когда я так решу. Все, все, все. Господин следователь, ну, как же так? Давайте, давайте. Господа, ну, все разрешилось. Господа. Я на склад поговорю с немым. А вы, Антон Андреевич, поезжайте к бабке, у которой Настя комнату снимала. Может, она что-то знает об этих земляках убитого. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дух Ильи Сажина и Витя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Чёрт, он же глухой. Помнишь меня? Я из полиции. Пойдём на склад. У меня к тебе несколько вопросов. Где ты был, когда Сажин дрался? Где был, когда Сажин победил? Ты всегда здесь бои смотришь? А когда Сажина мёртвым нашли в коридоре, ты где был? Где был, когда Сажина мёртвым нашли? Так отсюда ты должен был всех хорошо видеть. Все. Фидар говорит, что в это время он был на улице. Он так говорит. Услышал крики, а потом прибежал сюда, в коридор. Ты видел, как он зашёл в коридор? Фидар! Фидар. Не мог ты это видеть. Соврал я. Фидар всё это время здесь был, сзади. А вот ты не видел. Потому что это ты Сажина убил. Ударом в висок. Яков Платоныч! Это он убийца! Он из одной деревни с Сажиным! Анна Викторовна, назад! Не подходите. Яков, вот случай надо. Не делайте этого. Не делайте этого. Висок! Усок! 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 Он ещё не решил. Я не должна была вас отпускать. Вы не должны были сюда приходить. Яков Платоныч! Слава Богу. Это он, земляк Сажина и Насте. Старуха показала, он заходил пару раз. Да. Это отец Ильи Сажина его покалечил во время кулачного боя. А потом и девушку его увёз. Я из-за того удара, он не потерял речь и слух. Значит, месть. А Настю за что? Настю за что?! Корабельников. Ты прятался в подсобке и ждал окончания боя. Тебя ведь никто не замечает, есть ты или нет. А потом ты убил Сажина ударом в висок. Тебя, на следующий день вы закопали тело, Настя пришла, Федор отдал ей деньги, а ты пошёл за ней в рощу, сломал ей шею и повесил. Меня. Я умер. Умер! Я умер! Я видела ваш бой во сне. Я поэтому и пыталась вас предупредить. Значит, это изменить было невозможно? Нет. Вам просто нужно было поверить мне. Я просто очень боялась за вас. А вдруг этот смятинь существует? Кажется, вас сильно впечатлил этот бой. Совсем позабыл. Из-за всей этой суеты. Из управления сообщили, что вам пришла телеграмма. Некая дама приедет из Петербурга через неделю и останется в гостинице. Будет вас там ждать. Это так срочно, Антон Андреевич? Вовсе нет. Прошу прощения. Миновата. Вы же мне сказали, что всё миновало. Я… Вы меня обманули. Я разве обязан оправдываться? Нет, нет. Конечно, нет. Уверяю тебя, мы с Аннет не разговариваем на эти темы. Ты же видишь, как она увлечена им. Ну, это ведь прекрасно. Она расцвела, она похорошела, она… Не вы ли мечтали, чтобы она наконец облачилась в платье Ирюше? Перестала, как мальчишка-сорванец, гонять на своем велосипеде? Ну, Петр, ну ты же понимаешь, о чем я. Человек с репутацией дуэлянта. К тому же сыщик. Все эти расследования. А я вот решительно не поняла. Ты будто уверен. Ну, что завтра же, что ли он прискачет просить вашего благословения. Но он взрослый человек. Он живет раз сутком. Не то, что я в его годы. Господи, ну при чем, как ты? Можно подумать, ты вообще когда-то собирался жениться. Так, в том-то и дело, что даже я – нет. Несмотря на все мое увлечение Ирюльяна, я ж тогда голову совсем потерял. Она пришла сама не своя. Говори, что была у Курочкиной с переводами. Уверяю тебя, даже если они встречались, Штольман не позволит себе лишнего. Я убежден, он общается с женщинами такими, которые не требуют от него обязательств. Ирюльяна. 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 Яков Платоныч, что же это вы засиделись? Дело ведь закончили. А вы что, взяли моду заботиться обо мне? Из моих окон видно, что в кабинете свет горит. Ну, я подумал, вдруг что. Ничего, идите спать. Посыльный. Принес для вас письмо. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Яков Платонович, я очень прошу вас забыть это досадное недоразумение, которое случилось между нами. Не утруждайте себя объяснениями. И, пожалуйста, не ищите со мной встречи. Если вы имеете хоть толику уважение ко мне, то исполните эту мою позицию. Благодарю. Анна. Папа, а правда, что вы хотели бы, чтобы у вас родился сын? Я и представить себе не мог, что у меня родится такая дочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok